Немножко посмотрим материал на те темы, которые уже разобраны. Давайте с самого начала попробуем. Это у нас что такое? Кто опознал? Это череп. Да, значит, на самом деле это череп вполне реального вороноида, только не наземного, а морского, мозазавра. Это, ребята, были до 8-9 метров в длину, при этом длина черепа порядка 2 метра. Обратите внимание, на самом деле, где первичный челюстной сустав? В самом начале конца. Слева. Вот он. То есть, когда пасть распахивается, это вообще нечто. С учетом того, что длина черепа двухметровая, то распахивать он пасть мог метр на полтора. А вот он вторичный челюстной сустав. Поэтому... Сейчас, секунду. Я боюсь с этой гляделкой. Может быть, так? Так. Не-не-не-не. Так, нет, он хочет так это делать. Ну ладно, пойдем так. То, о чем я говорил, чужая машина, это плохо. Значит, а это у нас что такое? Зародыши? Да, именно так, эмбриональное развитие. Помните, мы с вами говорили про пласту, гастру и так далее? Угу. Вот это же такое, левый верхний. Невастер. Невастер. Да, гастру уже от гастру. Обратите внимание, черная линия, три хорды, закладка трех хорд. Выше, что заложено? Со спинной стороны от хорды, что закладывают в свой эмбрион? Невастер. 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 При этом на концах нервных трубок расширение. Это будущее котея органа. Головной мозг. Совершенно верно. Вот они, три сросшиеся кастрюла. Сначала на закладке осевых систем. Вверху справа. Более продвинутый этап. Вы видите, на телах появляются сабиты. И стало очевидно, что хвост один. Хвост принадлежит какому телу? Центральному. Центральному. А вот головы, шеи, ты не хотел, три. Так? Да. Ну и внизу, более продвинутая стадия, стали образовываться почки конечностей. Вот в результате. Какой пазл из себя представляет трехглавый тракон? Так? Центральное тело, у которого голова, шея, четыре лапа, внутренние органы, хвост, вообще все совершенно нормально. А с двух сторон, что к нему подсоединено? Боковое тело. Боковое тело. Два брата-близнеца. Или две сестры-близнеца. Так? У каждого бокового тела голова, шея, начало туловища и одна конечность. Причем конечность эта видоизменяется в крови. У них всего в сумме четыре лёгких, да? Да. Не шесть, да? Четыре. Сейчас это всё будет, ребят. Всё будет. Итак, а это что за монстр такой? Да, вот это примерно так выглядел прото-дракончик. Как мы видим, на самом деле просто уродливая ящерица. Так? Значит, боковые лапы поджаты вверх, чтобы они не мешали, сложены. Вот, все головы уложены, а там лежат, отдыхают и думают, что они дальше делают на этом свете. Ага. А вот так вот и про дракончик. Давайте разберёмся в лапах и в головах. Какая голова заметила добычу, летящую сверху? Правая. Значит, ближняя к нам. Да. А для дракончиков она не правая. А, да, левая. Левая, наоборот левая. Как реагирует левая голова на добычу? Пытается достать. Пытается достать лапы. Вот мы говорили, расширение диапазона охоты, да, для этого. Выгодно иметь для боковых лап большую длину, малую массу, очень длинные пальцы. Шире район захвата, оказывается. Следующий этап. Смотрим, а могут ли остальные в голову участвовать? Да, на самом деле могут. Обратите внимание, для того, чтобы самая левая голова в выгодное положение высоко подняла плечо, да, как этого добиться можно? Он стоит на самую правую ногу. Да, видите, кто апорты даёт? Правая. Так что координация тел для таких действий совершенно необходима. Значит, ведь пищеварительная система общая, поэтому, кто бы ни поел, пища распределяется по всем темам. Все заинтересованы. Так, едем дальше. Ну, а вот это он уже из лавины. Сбил крупное прямокрылое, ну, допустим, какую-нибудь саранчу или кузнечка. Значит, сейчас будут завтракать, а две остальные голову подглядывают. Да. Ну, потому что, на самом деле, всем хочется. Хорошо. Ну, это просто для красоты. Это уже вершина драконической эволюции. Одноголовый европейский дракон. Эти ребята действительно являются вершиной. Масса проблем, которая характерна для трёхголовых, у них исчезла. Так. А все преимущества трёхголовых они сохранили. Ну, это уж я просто немножко попалался. Мне показалось интересным взять и составить дракона исключительно из лекальных линий. Из вот таких плавно изгибающихся линий, переходящих одна к другую. А это возможно, да? Что? Все одно и многое, чтобы он был. Да. В многообразии драконов мы это с вами поговорим. Конечно. Конечно, были европейские одноголовые. А вот это пошло уже серьёзное накрытое. Значит. Итак. Это туловищный отдел скелета дракона. Вид сбоку. Давайте разбираться. Где здесь что? Во-первых, позвоночники видно? Да. Так. Видно рёбра. Что это за кость, которая под косым гомом уходит вверх в сторону хвоста? Это крыло. Да. Значит, это плечевая кость какой пары конечностей? Бокового. Средней пары конечностей. То есть бокового тела. Хорошо. А вот эта кость, уходящая вниз, под лукой? Это которая на земле появляется. А эта плечевая кость принадлежит какому телу? Центральному. Центральному телу. Значит, смотрите, что получается. Видите, некоторые стилетные элементы выделены штриховочками. Докатайте с двух раз. Какие рёбра и какая грудина выделены штриховкой. Да, и с середины. Да. Это рёбра и грудина центрального тела. А вот то, что заполнено точкованием, да? Вот это что такое? Да, как раз. Это рёбра бокового тела, которое обречено в нашу сторону. То есть левого. Отлично. А вот это что за крупный скелетный элемент, идущий от плечевого сустава? Крыла? Вороньев кость. Вороньев кость какого тела? Левого. Левого. Отлично. А вот это что за скелетный элемент, курица, вспоминайте, которую вы ели, да? Идущий вдоль позвоночника левого тела. Да, лопатка. Идущий вдоль позвоночника левого тела. Отлично. Немножко разорваться. А не больше перераз. Во что? В позвоночник. А у курицы? Она придётся вот так вот. В смысле вот. На вид? Сейчас. Можно вопросов? Да, конечно. Вот у птицы у неё... Ну, вот какой-то тропочек будет устроена такая система, как у птицы. Там, ну, грудина. Вот это вот качающийся бла-бла-бла, а крылья, они же не у этого тела, а у соседних тел. Да, сейчас увидите. Отличный вопрос. Сейчас всё увидим. Всё учтено могучим ураганом. А вот это, что за... Ведь снизу. Сверху, наоборот. Сверху. Снизу и сверху. Сверху. Стороны позвоночника. Позвоночник у нас... Ребята, в биологии никогда не говорят снизу и сверху. С живота. Всегда говорят со спины или сживаться. С животных. С позвоночника. С какой стороны к тебе проходит? Блин, не знаю. Может быть, а киль? Где здесь киль? Вот это два киля. Нет, это не два киля. Думать, что это? Это лопатка. Это лопатка, смысл. Итак, давайте начнём поиск вот с чего. Что вот это за две кости, расходящиеся по дугам за границей? От плечевой кости крыльев. Плечевые суставы нашли? Да. Сторону хвоста, от плечевых суставов. Вот эти лентообразные, длинные. Лопатки. Две лопатки. Лопатки каким телам принадлежащие? Да, боковым. Боковым телам. Отлично. А теперь давайте смотреть. Возникла вот эта очень интересная зона. Вот она. Зона, в которой срастаются три осевых скелета. Обратите внимание, что в этой зоне с поперечными отростками пузвонков. Вообще у каждого пузвонка есть выступы. Поперечные отростки. Они срастаются. Они срастаются. В результате вот этот треугольник, тройник. В этом месте какая-нибудь пипсио есть или нет? Это жесткая пластика. А помните, какая угроза у крокодила при полёте? Раздавить? Не-не, у крокодила. Прорисание. А вот треугольным тракомом с самого начала провисание грозит или нет? Нет, он приадаптирован, оказывается. Своим вот этим уродством. Так? Он оказался приадаптирован. У него уже есть жесткая ось, жесткая продольная усть тела. Отлично. С хвостом разберемся. Теперь, что это вон там за пластины, идущие глубже в экране по позвоночникам? А там глубоко. Пульс вспоминает. Грудина. Грудина. Грудина какого тела? Центрального тела. Центрального тела. Итак, на этой иллюстрации всё, что нужно увидеть, увидели. Проходим дальше. Ага. А вот это поперечные разрезы через тело дракончиков. Так? Трёхглавы дракона. Вот это поперечный разрез в том месте, где как раз расстроится три шеи. Так? Вот это что такое ушло? Это передняя лапа. Передняя лапа. Передняя лапа принадлежат какому телу? Центральному. Центральному. Вот там центральное тело, вот позвоночник, вот мышцы центрального тела. Видите, обведена эта территория, эта мышечная масса. Пунктиром обведены внутренние полости с внутренними органами. Вот и оборот центрального тела. А это что такое? А это тракоиды грудины срослись и образовав грудной щит. Конструкция характерна для многих ящериц. У современных баранов, собственно, так и строится поиск грудных конечностей. Вот такой сросшийся грудной щит. А вот центральной? У боковых тел. Помните, что боковые тела сдвинуты назад по отношению к центральному. А, ну не, грудные клетки начались или еще нет? Еще нет. Еще нет. Хорошо. Вот этот разрез на уровне плечевых суставов, по плечам тракона. Так? Там, где крылья отходят. В этом районе уже у всех трех тел есть полости тела. Вот они все три полости. Так? Обратите внимание, что здесь с ребрами. Вот здесь интересная история. Вот они, ребра центрального тела. Но дело в том, что с боков примыкают боковые тела. Что вот на этом участке с ребрами? Срослись. Срослись. А вот это ребро подвижно или неподвижно? Подвижно. А вот это вполне подвижно. В результате, значит, за счет движения ребра можно вентилировать вот эти дверковости. Это понятно? Теперь смотрим, а как себя ведут грудины? Здесь же у нас три грудины должно быть. Они сразу, их одна получается. Угу. Давайте смотрим. Вот с горизонтальной штриховочкой грудина кому принадлежит? Центральному. Центральному. А с диагональными штриховками слева и справа. Обратите внимание, какого размера киль в результате можно получить? Большой. Огромный киль. Какой мощности полетный акулатор можно подсоединить? Общая. Огромная. И опять же, площадка для опоры каракоидов. Вполне себе. То есть смотрите, как интересно. Урод-то он, конечно, урод. Вот такой тройняшка, да? Но оказывается, что масса конструктивных задач, необходимых для полета, такое тело уже имеет. Ничего особо эволюционировать не надо. Просто за счет срастания тела перешено. Ну, сейчас, секунду. А вот это сечение с запрошками. Так? Значит, здесь где-то ближе к вам, в губине кваса, отходят крылья. Это место, где боковые тела уже почти кончились. Так? От боковых тел, по сути дела, остались только боковые ребра. Совсем узенькие внутренние полости. Вот они две. Левая и правая. С внутренними органами. Там проходят, соответственно, коротенький отдел кишечника, чтобы упасть в центральный кишечник. А вот это что за такие мощные стержни? От позвоночника вниз. Ребра. Какого тела? С центрального. А вот и нет. Сросшийся. А-а-а. Так? Обратите внимание, как выглядит канал спинного мозга. Здесь, в каждом позвоночнике, свой канал спинного мозга. Так? А здесь уже произошло на этом уровне полное срастание. Как выглядит канал спинного мозга? Один большой. Ага. Один продольный. А сколько там секторов видно? Три. Три сектора. То есть, на самом деле, объединились не только позвоночники, объединилась спинной мозг. Значит, объединились управляющие системы. И они стали лучше. А вот это уже очень серьезно. Объединение управляющих систем. Так, двигаемся дальше. Да, давайте. А вот отростки вверх от позвоночника. Вот в центральном цепи этого слова. Значит, как называется вот этот отросток, чем говорили с вами, чуть ли не на первом занятии, когда раздражались в тренинг позвонка. Отросток, подходящий вверх от невральной туки. Спинной, остистый отросток. Его задача какая? Зачем ему нужно? Крепление мускулатур спины. Ага, это спинной. Есть абсолютно... Нет, никакой не киль. Киль – это единая система, а остистые отростки у каждого позвонка свой остистый отросток. Просто у каждого. Да? Обратите внимание, особенно сильно вот на этом уровне, на уровне отхождения крыльев. Остистые отростки выдвигаются на поверхность спины. Помните, согласно мифам и легендам, вдоль хребта дракона что проходит? Такая зубчатая лезда дракона, да, из крупных зубцов. Вроде совершенно с биологической точки зрения бессмысленная штука. Увидите, все осмысленно. Это что такое? А вот это полный скелет видит сверху, соответственно, на аркадичном дракона. Так эти ребята полностью выглядят. Своя конструкция крылья, то есть конечность алатеральных тел, сверху напоминают крылья летучих мышей. Обратите внимание, какая интересная история с длиной пальцев. Это не случайно. Пять пальцев есть. Нет, пять пальцев есть. Все ли они одинакой длины? Нет, указательный или большой. Во-первых, резко укорочен большой. Так и несет самый мощный копоть. Во-вторых, указательный это как раз самый большой или нет? Нет, это средний. А средний, самый большой. А безымянный опять покороче. В чем дело? Вот это совершенно не случайное сочетание глинов. Сейчас будет изображение дракона в полете. Поймите, в чем дело. Вот, ну и, соответственно, это достаточно длинный претеридный хвост. Тазовая костья есть только у центрального тела. Вот он, район тройника, обедление трех тел. Да? Вот совмещенная общая область. Ну, а дальше у нас продолжается только центральное тело. Хорошо. Хорошо, поехали. То же самое, ведь сбоку. Европейский прород дракона, а точнее, архаличный дракон трехглавенький. Ну, я думаю, здесь все основные его части вполне вам понятны. У меня вопрос. А почему задние лапы не сдернулись ближе к внутренним органам? А сейчас увидите. И так же хвост может... Ну, как у курицы. Ага, как у курицы. Слава. Помните, что рептилий, летающий рептилий, птероза, было две группы. Мы, правда, делали, говорили. Более древние исходные рампоринки. И затем, где-то в гире, появляются террогантина. Вот у рампоринков хвост короткий или длинный? А длинный? Длинный. В чем дело? Дело в том, что птичье решение проблемы укорачиваемых хвост. Это только один из вариантов. А для любого летуна длинный хвост, конечно, возникает геморрой. Во-первых, он не может быть массивным. Мы на примере крылатого крокодила видели. Профессивно произойдет. Так что хвост по-любому любит. Но что дает длинный хвост? Вот представьте, зверь взлетел. Длинный хвост, оттянутый назад. В какую сторону смещается суммарный центр тяжести? В голове или от головы? От головы. Значит, какое положение в воздухе начинает занимать тело? Вот такое, по-другому, развернувшись. Хвост перетягивается глазами. А теперь тело движется вперед. Тело движется вперед с поднятой головой, а приопущенной задней стороне тела. Крылья своей хромкой встречают набегающий поток воздуха. Или вот так плоскостью. Плоскостью. Куда направляется набегающий поток воздуха? Вниз, под крылом. По третьему закону Ньютона. Куда? Тело вверх. Тело вверх. Вот положение крыла относительно горизонта называется угол атаки. Так? Длинный хвост. Это один из автоматических регуляторов угла атаки. Если во время полета у длиннохвостого существа падает скорость, так? А на низкой скорости уменьшается подъемная сила крыла, так? Он начинает тормозить. А как только он тормозил, его закашивает хвостом вниз. А как только закосило хвостом вниз, то с подъемной силой она возросла. То есть это вот такой автомат регуляции подъемной силы. Так? Так что драконы в этой версии пошли не по пути птиц и птеродактилей, а по пути ромфорилов. Оставляя вполне длинный, плетелидный хвост. Хорошо. Дальше идем. Ага. Ага. Так. Значит. Вот это примерно то же самое. Полный скелет, только вид в три четверти. Не сбоку, не спереди, а по боку он 45 градусов. В результате можно заглянуть в грудные клетки, внутрь грудных клеток. Видите, у вас первый коридор образуется. Вот эта грудная клетка какого дракона? Какого тела? В рамках. В центральном. В центральном. В чем дело? Боковые начинаются дальше, ближе к хвосту. Здесь можно заглянуть в грудную клетку только какой головой? Центральный. Нет, в центральном можно вот здесь. А вот это что такое? Аббородка. Какой? Левый либран? Левый. Левый. Так? А вот, значит, вот идут ребра левой грудной клетки, а дальше они закончились, а грудная клетка продолжается. Средняя. А это уже средняя, продолжается. То есть вот такой составной внутренний объем. Отлично. Едем дальше. Ну а вот теперь, произошли. За счет отбора, как мы говорили, один из векторов отбора, наверняка будет направлен на удлинение шеи. Сегодня разбирали. Почему? Скорее всего, отбор создаст длинную шею, а не короткую. А помните, какая проблема возникала у стрижа? Почему стриж не может взлететь с ровного поля? Потому что он на короткие ноги. Слишком короткие ноги. Поэтому это длинная. Я не могу знать. Значит, в том-то и дело, скорее всего, у драконов, ну, во-первых, их реабилит, обитания смещались к горам, как мы говорили, почему, перит. Помните? Да. Значит, высшая вероятность нахождения в предворе. Так что старт с вышки вещь возможная. Ну, а если уж сравнены, так, возникает заказ на какую длину задних ног. Именно задних. Длинная рычаг. Да. Увеличенный рычаг. При этом, как ни странно, могут помочь голова. Если вы хотели немножко знакомы с восточными единоборствами, и в ушу, и в карате практикуется одно и то же действие. Если атакующая рука идет вперед. Вторая рука. Куда в это время идут? Назад. Понятно? Зачем это делается? Ну, чтобы потом наоборот. Резко повышается резкость движения. Конденсация в данном случае происходит. Вот это обратное движение называется риверс. Так? Могут ли головы помочь на старте? Сильнее вытолкнуть тело вверх, ведь толкаются ногами. Они как вперед. Смотрите, что мы делаем. Одновременно с тем, что дракон встал почти на дыбы, голову в этот момент вытянута вперед. После этого идет толчок ногами. А головы в этот момент куда идут? Вверху. Назад. Назад. Резко назад. Так? Вот такое смещение массы назад. Вот в этом участке. Что сделает с силой толчка? Увеличит. Облегчение старта. Так? Так что, как видим, совершенно неожиданным образом стартовать можно шеей. Хотя толкаешься головой. Так? Реверсируем движение. Проформу крыла. Крылый палец. Еще раз. Подождите, ребят. Не гоните картину. Вот сейчас пойдут формы крыла. А вот это положение на маршевом полете. Дракон летит просто, допустим, от места своего жилья из пещеры на те площадки, где будет окружаться. Летит километров 20. Никуда он особо не спешит. Обратите внимание, как он держит голову. Ведь шея очень длинная. Складывает как-то непонятно. А какие птицы именно так закладывают свою длинную шею на спину во время полета? Волгой. Нет, никогда. У них веи всегда шея вытянута вперед. Цатли. Вот цатли как раз складывают шею. Поэтому в полете у цатли шея кажется длинной или короткой? Короткой. Да, очень короткой. А вот журавли вытягивают шею вперед. И поэтому вынуждены все время, и древеси тоже самое, держать мускулатуру в шее, в полете напряженную. А теперь смотрим. Хорошо уложил я. В отличие от цатли у дракона уложить надо сколько у кого? Три. Три. Значит, чтобы они не мешали друг другу и не соскальзывали в своей позиции на спину. А как они летят, они же не видят. Что не видят? Но они не видят, куда они летят. Как? Как это не видят? Обратите внимание на рисунок. А! Сейчас. А, да. 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 Отличный вид. Можно, конечно, силу и мышцы все время поправлять голову, укладывая его. Ну, вот она в полете слетает, там, в своей точке равновесие на спине. Но для этого нужны позвоночники тут. Выступы. Да. Выступы. Вот эти знаменитые зубцы на драконовской спине. Значит, на самом деле это граница ячеек, куда нормально закладывается голова во время полета. После этого мускулатура шеи может быть расслаблена, голова никуда не денется. Она просто попала в свою ячейку. А, то есть, если им сейчас, грубо говоря, поднять голову, то там будут, как бы, три таких хребта, да? Ну, конечно, ну, вот они идут. Вот центральный виден. Да. А под виден расходятся, да? Ну, конечно. И три вот такие... Ну, вот у нас три позвоночника слились. Ведь из чего образуются вот эти выступы? Это же астистые отростки позвонков. Позвоночники слились. Вы получили три пилообразные гребня на спине дракона. Понятно или нет? Двигаемся дальше. Ну, это видно, а вот здесь понятно с пальцами будет. Так? Спрашивали, а почему длина пальцев такая странная на передней лапе? Значит, вот дракон во время нашего борящего полета. Как вы видите, само тело, на самом деле, вот оно. Оно очень компактное. Объем его по отношению к размаху крыльев велик или невелик? Невелик. Вы учтите, что если это крыло сложить, вот давайте смотрим, как оно будет складываться. Вот плечо, вот предплечье, вот пальцы. Вот если это крыло полностью сложить, оно окажется длиннее тела или короче? Короче. Короче. А в полностью расправленном состоянии. Огромная длина. Так? А теперь, хорошее парящее характеристики дает крыло, если оно достаточно узкое при заданной длине. Поэтому, хорошую длину крыла мы получили, но надо его сделать управляемым и достаточно узким. Поэтому, давайте смотреть, как идут пальчики. Набегающий поток воздуха спереди. Согласны? Поэтому, какую кромку крыла надо в первую очередь укреплять. Переднюю или заднюю? Переднюю. Передняя должна быть жёстче. Вдоль передней кромки крыла идут плечевая, локтевая, локтевая. А начиная от первого куча, посмотрите, указательный палец. Указательный палец образовал переднюю кромку. Дальше, самый длинный несущий, средний палец. Он придает крылу максимальную длину. А вот может ли безымянной быть такой же длины, как средний? Вы понимаете, в какой форме крыла было? Вот сюда бы оно уехало. И можно ли было бы управлять в этих секторах кривизной крыла? Нет, нельзя. Крыло стало по слабоуправляемым. Так что длина пальцев здесь совершенно не случается. Хорошо? Ага. А вот это очень ответственный момент для любого литона. Ну, давайте вспомним в всех таких классических мифах, легендах, как драконы с рыцарем так выясняли отношения. А к нём. При этом дракон голубым бежал по земле, за ним гонялся рыцарь, и дракон пыхал на рыцаре а к нём. Нет, он летит или летает в... Во, 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 а так сверху. Дракон летит и пышет на рыцаря огнём сверху в полёте. А вы понимаете, что эта задача фантастически трудная. Это сложнее, чем ходить по канатам. Когда дракон летит? Ну, во-первых, огнемётной активностью обладают все три головы в равной степени или по-разному? Максимальная огнемётная активность у каких головы? У боковых. У боковых, значит, ждать огненной атаки имеет смысл от боковых головы. Теперь, на большое ли расстояние работает драконовая горелка? Да. Да. А на сколько, на 100 метров? Нет. Нет. Нет, на сколько? На 20 метров. На 20 метров. Нет. Попробуйте себе представить. У тебя же сжатая струя горючего газа. Да? Значит, ясно, что в атмосфере, в воздухе, как её не фокусируя, она всё равно рассеивается. Не больше пяти. Не больше пяти. Три, пять метров. Так? Хорошо. Опасно или безопасно к рыцарю приближаться на три метра? Опасно. Ведь он какой-нибудь свой железяк и ткнуть может, да? Лучше атаковать с расстояния. Согласно? Да. Хорошо. Дракон летит на расстояние. Как резко сократить расстояние, для того, чтобы резко приблизить жерва огнемёта к рыцарю? Голубу. Вытянут голову. Опять представьте себе, педнягу. Он летит в воздухе и резко выкинул одну шею. Что с суммарным центром тяжести? Увисит спадок. Он сместился. И дракон, потеряв равновесие, плюхнулся сверху на рыцаря, раздавил коня, рыцаря и всех чертов. В результате вышел победитель. Значит, ну, вряд ли именно так. Вряд ли именно так происходили драконические дела. Значит, для того, чтобы нацеленным образом сделать выпад шеи, вот, как компенсировать центр тяжести, как ему не дать сместиться? Другие шеи назад. А плюс к этому, смещение не только вперёд-назад, но и боковое пойдёт. Рыцарь же может быть не только вот так, по прямой линии, а вдруг чуть в сторону. Обратите внимание, и лапа, и хвост участвуют в поддержании равновесия во время охотничьего выдоха. Так? Значит, так что это очень сложное упражнение. С воздуха пыхать огнём по наземной цели. Рыцарь ещё голову отрубить может, то вернётся, а потом отрубить. Всё может. Но дело в том, что когда рыцарь получает порцию огня из горелки, прям свое забраво, на несколько секунд он... А он вернётся? А он увернётся. Хороший рыцарь вернётся, а не очень хороший. Но судя по тому, что в конечном итоге, кто выжил? Дракон или рыцарь? Рыцарь. Больше везло рыцарям, чем драконам, но это отдельная, трогательная история. Прям такой мексиканский сериал, правда, слегка с сексуальным подтекстом. Это в самом конце будем разбираться с причинами вымирания драконов. Там такая байта с рыцарями просто. Прелесть. Что такое? Так. Но это ещё не доделанное. Это момент приземления. Тоже, на самом деле, очень сложный. Это мне надо просто рисунок завершить. Ага. Значит, наземное огнедыхание. Итак, левое тело удалено, прочерчено, намечено точнее, положение органов дыхания и пищеварительной системы. Не отточкован желудок, желудок центрального тела. Так. Заполнены точками передние воздушные мешки, лёгкие задние воздушные мешки центрального тела. В результате одновременно с отрыжкой по пищеводу идёт мощный выдох через дыхательную систему. фокусированный столб воспламеняемого газа. И вот мы имеем рост. Фокусировочка. А вот здесь, собственно, разгорел само облако. Так. А вот строение пласти. Примерно такой же, на доске писарая. Трахея гортая, пищевод. А вот траектория вихрей, которая образует выдыхаемый воздух, сжимая струю горючего газа, который поступает через глотку пищевода. Соответственно, при том, что второй состав, видите, первый нежночелесной, второй нежночелесной, он открыт полностью. Вот в этом положении можно ли ожечь себе рот? Нет. Посмотрите, куда выходит струя воспламененного газа. А если бы не было второго нежночелесного, газовый удар пришелся бы по зубам нижней челюсти. Так? Так что, видите, особенности варан оказались вполне уместны в данном случае. Двойной нежночелесной. Можно вопрос? Можно. Смотрите, помните, вы говорили, что фокусировка, если тором, торовидная, будут такие кольца, то это будет гораздо лучше фокусировка, чем спираль. Да. У меня, потому что есть иллюстрация для спиральной фокусировки, и пока нет иллюстрации. Ребята, все, что вы видите, это я и сам. Совсем все? Совсем все. Вы так хорошо ли отцели? Ну, не знаю, плохо ли, хорошо ли, но это все я делал. Да. Ну, просто поскольку у меня все-таки две руки и одна голова, в отличие от дракона, я не все сразу успеваю. Поэтому ряд иллюстраций уже есть, а ряда еще нет. Понятно? Вот для торовидной защиты еще иллюстраций нет. Кстати, все иллюстрации в вашем пособии по залоге, которые вы взяли, я тоже рисовал. Причем, здесь тушевой рисунок, а там просто компьютерный. В БМП-шке, в простом пейнте. В БМП-шке можно очень многое делать, если уметь. Ну, давайте подумаем, а что это такое? Что это за коржи? Ну, для себя. Да, легкие и воздушные мешки всех трех тел. А вот это, что за такие? Ребра. Ребра, конечно. Вот это ребра какого? Центрального. Вот те самые сросшиеся ребра, центральные, боковые, абсолютно неподвижные. Вот эти вот ребра, боковые, боковые, подвижные или нет? Да. Подвижные. То есть, смотрите, при их работе может меняться объем вот этих воздушных мешков. Да. А в полете, а в полете у нас вот эта пара начинает работать. Эта пара какому телу, в принципе? Центрального. Так? Ведь это же легкие центрального тела тоже подвижные. Так что дракон может пользоваться, в отличие от птиц, системой сквозной вентиляции не только в полете, но и на земле. Потому что на земле вот это будет работать. Так, поехали дальше. А, это я немножечко поиграл с распределением покровов. Мы пока еще не обсуждали с вами стальную чешую дракона. А она вполне осмысленная штука. Но дело в том, что стальная чешуя имеет неприятную особенность перерождать по скелету. А теперь представьте себя, ему пасть надо уметь открывать, глаза им двигать не уметь, а на нижней части еще дополнительный состав есть. Можно ли во всех этих местах ставить нерастяжимые, неподвижные покровы? Нет. Поэтому к разному на этой схеме выделены участки, где покровы должны остаться подвижны. фактически слабые места? По сути дела да. А вот здесь, допустим, здесь, здесь покровы можно бронировать, там вообще танковая броня. Да, там же очень как он ее откроет в нижней челюстной допустим? Нет чего. Вот идут участки, которые будут деформируются при срабатывании плавного нижней челюстного состава. Вот эти будут сжиматься и растягиваться по вот этому кольцову. А вот эти участки покрова когда будут сжиматься и растягиваться? Тогда когда закрывать? Дополнительные нede челюстные. Все, достаточно. Вот этот участок подвижности покрова зачем нужна? Подвижность к глазу. Вот обязанность ноздрей. А все остальные участки нужно вообще забронировать там, чуть-чуть в бятон. Да? бетонные и даже стальные нежелательно какая главная проблема у всех лет у нас тяжести посмотрим как решают драконы а вот это интересный вариант дракончика помните мы говорили скорее всего кецелька а для самые крупные летуны когда-либо жившие кем питались кецеля рыбкой рыбояка для крупных животных парителей рыбоядни является одним из таких очень распространенных вот это вариант конструкции челюстной системы рыбоядного дракона не хищного наземного а такого достаточно мирного прибрежного дракона который питался в основном рыбой огнетыхания при рыбалке особо не нужно ну так что кипятить море он собственно не собирался значит очень легкие челюсти почему челюсти резко сужаются у рыбояка но вода более плотная среда но и представьте что даже на небольшой скорости парения даракон всунул широкую как чемодан могу в море и что получилось тут он свернулся шею свою длинную драконью шею почему потому что сопротивление поток воды очень большой поэтому у рыбояков конечно сужение челюстей облегчение конструкции да а вот мы не обсуждали наземные драконы которые питаются наземной пищи они же не продолжают есть насекомца подождите это все впереди мы сейчас с вами просматриваем тот материал который мы уже разработали а то что мы еще будем разрабатывать это дальше будем просматривать ну а вот так вот скорее всего выглядел новорожденный крут дракончик это к словам мудрости гигантизме вот он только что вылупился из лица вот этот уродливый тройняшка мудрости не очень много координация движений не самое лучшее так значит вот как раз с такого старта и предстояло эволюционному процессу лепить сложное действительно высокоинтеллектуальное очень хорошо адаптивное живое существо ну от крокодильчик который мы с вами уже говорили положение в воздухе крокодилы если мы будем при делали им приделали мощное крыло да ну понятно что он повисит как макаронина тоже не имеет жесткого продольного скелета у него массивный хвост массивная голова и соответственно на тратить чудовищное мускульное усилие для того чтобы взять и выпрямить тело палку поэтому если уж идет эволюция летуна то должно произойти вот что значит масса крокодильчика собирается под точку подвески под точку крепления крови туловищные отделы позвоночника теряют подвижность позвонки срастаются хвостовое дело резко облегчается либо как у птицы у птеродактиле укорачивается мы сказали что вот шею челюсти сократить нельзя манипуляторы решился поэтому челюсти в данном случае просто облегчились стали не массивными крокодилями а тонкими и длинными вытянутым вперед ради бога такой летучий крокодильчик ну вот эта игра которую мы с вами ждали какие сложности возникают при третьем поясе конечностям ну вот это зверюга с двумя поясами конечности так вот лопатка вот ключицы и каракоид идущие грудине вот образовали скелетное кольцо на который собственно опирается передней конечности вот тазовые гости там тоже три пара кстати в сторону позвоночника таз бедренного сустава уходит под вздушные кости а вот сюда под брюхо уходит лобковые и седающие ну и пошли бедренные кости в сторону а теперь смотрим чтобы опа зря проскочила что происходит если поставим третий пояс видите ставим надежный 3 пояс и сразу заблокировались ребра и сразу проблемы с вентиляцией но правда вы умницы и умники умудрились найти обходное решение введя плевральную полость сами вы уж наверно про это и забыли помните еще отлично это очень хорошее решение надо сказать что это такая уже вполне профессиональная морфологическая задачка так как сохранить возможность дыхания при вот такой схеме и тем не менее она была решена хорошо едем дальше ага знакомая схемка знакомая с возложением сил видите и так район плечевого пояса птицы и любого другого летающего существа плечевые суставы плечевые кости назад уход лопатки узкие кинжалообразные так там между ребрами находится полость тела где расположены внутренние органы положение полетной мускулатуры опускающие крыло один конец полетной мускулатуры прикреплен к ключевым костям второй конец пилю грудины хорошо видно при сокращении при рабочем сокращении мышц что происходит мышцы пытается приблизить точку а к точке б так а это что значит это значит что грудная предка раздовына будет кто помнит почему не давится грудная пирога мы же делаем но смотрите сначала в воронью кость она на схеме есть воронью кости есть но пока еще не заняли своего рабочего положения вот они видите а у птиц что происходит с дожанием и с мучностью они резко утолщаются и становятся точно параллельно действующие равнодействующие вот так вот и делают невозможным травму грудной клетки хорошо дальше идем ага ну это мы уже ближе на близнец к концу вот на примере мозазавра а как я уже сказал мозазавр это вороной реально существовавший черепа у драконов были примерно такой же конструкция и вот пожалуй спиритовый камушек застрявшие между зубами обратите внимание зубы редко сидящие у рептилий это у всех рептилий у них нет сплошного зубного ряда как у нас с вами отлично ну а теперь смотрим что произойдет если откроется вторичный челюстной состав может произойдет вернемся назад если не успели увидеть итак вот теперь постарайтесь наблюдать за моментом смены кадра предупрежу внимание меня видите что произошло у нас смещается передние ветки нижней челюсти и на очень выгодном рычаге на коротком рычаге осколок перита бороздит по зубам верхней челюсти привет искре сработала зажигалка если в это время идет газовый выдох воспламеняется газовый факел и дальше остается проблема гусировки и там подобные дела вот собственно и все что мы с вами до сих пор сделали получив уже осмысленную конструкцию живого существа способного к существованию и сегодня плюс как мы даже вычислили в него экологическую нишу дальше мы будем работать уже с другими вопросами с поведением дракона уже с оплаткой вот этой схемы но это уже можно сказать вторая часть курса драконистике первое сделано еще одна картинка у нее пропустила а ну следующее тоже скорее декоративная штучка но это такой взрослый архаичный дракон вот гадзилла должен выглядеть примерно так как я уже говорил гадзилла на самом деле европейский мифологический персонаж японцы просто позаимствовали это имя и настоящий годзилла он был конечно трехголовым крылатым без всяких атомных реакторов внутри космос не выходил занимался своими флагическими делами на территории северо-западной европы вот примерно так эти ребята и выглядели обратите внимание вот этот пучка образное расширение передней части тела оно да конечно в этом месте же 3 тела срослось а дальше тело становится видите на самом деле конструкция до максимально облегчена везде где можно убрать лишнюю массу она убрана значит при всей своей длине шеи очень тонкие откуда берется широкое основание шеи до воздушные мешки передние так же как у птиц так широкое основание хвоста заднего воздушного мешка хвост плетелинный относительно короткий но мы говорили задние конечности должны быть длинные без этого не стартуешь отсюда отсут скорее всего сращение костей предплюсные плюсны помните у птиц как это отдел называется церковь ага значит на самом деле одни птичьи изобретения от изобретения динозавров птицы просто потомки динозавра динозавр наблюдается такой же так что вполне могу параллельно его дракон произойти но примерно то что я хотел вам показать сегодня что это делается